Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Таким образом, практически до самого окошка, где расположена табличка обслуживания инвалидов, ему помогали посторонние Возникла проблема и у Татьяны Калашниковой Желтые круги, по которым ориентируются слабовидящие, были приклеены не на самой створке двери, как прописано в требованиях, а с боковой стороны Это для ориентира, для слабовидящих, это как раз, есть такой ориентир, чтобы, когда идешь, ориентироваться, где заходить, где выходить, ну, помогает Это желтый цвет, это последний цвет, который видит слепой человек, когда теряет линия Проблемы с доступностью центров занятости населения в Забайкалье стоят очень остро Всего 12 центров занятости из 43 обустроены пандусами и доступны для инвалидов Пока мы были на федеральном уровне, нам удалось обустроить пандусами, только пандусами, лишь 12 центров занятости Остальные остаются вне зоны доступности Особенно остро стоит эта проблема у нас в центрах занятости, которые располагаются на вторых этажах зданий Это Сретенский, это Кыринский, это центр занятости Оловьянинского района Там было предписание и прокуратуры по доступности для людей с ограниченными возможностями Также она отметила, что почти 2000 из 425 тысяч обратившихся в центры занятости населения Забайкальского края в 2014 году инвалиды За три года трудоустроили 660 инвалидов У нас существует программа дополнительных мероприятий по организации мест для инвалидов Ежегодно мы 154 человека устраиваем И показатель этот хороший у нас всего лишь уволилось за 14 год 6 человек Но и то эти места людьми, которые организовали это место Либо индивидуальные предприниматели, либо руководители Они замещаются инвалидами в рамках закона Забайкальского края о социальной защите инвалидов По квотированию рабочих мест Председатель общества инвалидов Андрей Мартынов отметил, что сейчас город не полностью доступен для инвалидов, как хотелось бы О полной доступности, конечно, городу сказать нельзя Но мы видим, что все меняется, меняется в лучшую сторону И я об этом постоянно говорю, что очень сложно исправлять ошибки прошлых лет, когда ничего не делалось Особенно те здания, которые давно построены Сегодня мы проводим проверку в таком направлении, важном для нас Это трудоустройство, занятость инвалидов Такие проверки будут проводиться регулярно И организации по их итогам будут принимать соответствующие меры Александра Леонтьева, Анна Хвостова, специально для Забанфорум